МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Друзья, всем привет! Нас зовут Аня и Таня, и мы ваши проводники в мир экстрима и здоровья. В каждом выпуске нашей передачи мы расскажем вам о самых необычных видах спорта, которыми можно заняться у нас в Чувашии. Кайссерфинг, винсерфинг, сноубординг, черлидинг, скалолазание. Это можно перечислять бесконечно. Мы покажем и расскажем, где и как проходят тренировки. Познакомим с гуру своего дела. Попробуем все на себе. Расскажем, где можно купить экипировку. Поделимся с вами полезными секретами и лайфхаками. Друзья, поближе к экрану. Мы начинаем! А нет, вот я хочу рассказать тебе про один очень необычный вид спорта, в котором обязательно нужен напарник. Так, скалолазание было. Нет, я не про скалолазание сейчас говорю. Я тебе так скажу, в этом виде спорта к напарнику нужен особый подход. Ну, к напарникам вообще всегда нужен особый подход. Но про что ты говоришь, пока не могу догадаться. Заинтриговала я тебя? Да, если честно. Дальше больше. Этот напарник даже не человек. Говори быстрее, пока моя бурная фантазия не разыгралась. Хорошо, скажу сразу. Я говорю о лошадях и о конном спорте. Вау! Ну, конечно. Кто же не любит этих красивых грациозных животных? Между прочим, в последние годы конный спорт набирает популярности, поэтому давай мы с тобой наконец-то решим, кто будет на коне, а кто будет за забором. Кто будет конем, да? Итак, берем наши фирменные мячики, практика и теория. Практику? Я тоже хочу практику. Я тоже хочу на конях поскакать. Ну, давай. Давай, итак, абиратор иди сюда. Давай, перемешивай. Так. Я, кстати, на конях никогда не скакала. Практика, 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 практика. Я надеюсь, что это практика. Давай, это временно, давай. Раз, два, три. БАС! Ну, что, в следующий раз тебе, как говорится, повезет, я надеюсь. Ну, ладно, я все равно покатаюсь. А в этом выпуске я попробую на себе все прелести конного спорта. Танечка расскажет все секретики. К ней договорились? Обязательно, обязательно. Ну, что, все, расходимся? Давай. Пошли. Конный спорт. Грациозный, мощный, красивый. Его история уходит в древние времена. Еще римляне устраивали заезды колесниц. Со временем конно-спортивная программа расширялась. Фигурная езда, стрельба из лука с лошадью. В 19 веке в ряде европейских стран начали проводить первые соревнования. В программу Олимпийских игр 1900 года вошли конкур, прыжки в длину и высоту на лошади. А на стартах 1912 года было представлено Олимпийское трио. Треи, борьи, конкур и выездка. Познакомимся с каждым видом поближе. Выездка. Всадник и лошадь выполняют различные элементы верховой езды. Все задания в определенной последовательности. Демонстрация правильной стойки, боковые сгибания, менка ног, пассаж, пиафе. Переход с одного вида шагов на другой. Конкур. Конные соревнования, которые направлены на преодоление препятствий. Данный вид спорта подразделяется на легкий, средний, трудный и высший в зависимости от сложности количества препятствий. Начисление штрафных баллов может быть за отказ выполнения препятствия, а дисквалификация – за потение всадника или лошади. Троеборье. Вид конного спорта, состоящий из нескольких дней, включенных в программу Олимпийских игр. Первый день – выездка. Второй – пылевые испытания или кросс. Третий день – преодоление препятствий или конкур. Открою вам секрет. Я никогда не каталась на лошадях и, в принципе, мало что про них знаю. Знаю только, что они очень любят сладкое. Поэтому в конно-спортивную школу я взяла с собой гостиницу. Вот такие вот кусочки сахара. Надеюсь, они мне помогут как можно быстрее найти контакт со своим будущим напарником. Ох, какая интересная и необычная дверь. Угу! Охо! Вот он, манеж. Песочек интересный. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы, наверное, тренер. Да, я тренер. А меня зовут Аня. Вас как зовут? Аня. Ань, я никогда не сидела на конях, но очень хочу научиться хотя бы чуть-чуть конному спорту. Научите? Конечно же, научим. Друзья, знакомлю вас с моим тренером. Прекрасная девушка и отличный специалист Анна Иванова. Конным спортом она занимается 20 лет, тренирует 10. В основном Анна обучает детей, но для нас сделала исключение. Для начала мы пойдем переодеваться, потом пройдем в конюшню. Для удобства мне нужно надеть обувь с небольшим каблучком. Так нога будет лучше зафиксирована и не провалится в стреме. Ну и я тоже иду знакомиться с ними поближе. Расскажу вам все об амуниции. В конном спорте экипируется не только всадник, но и лошадь. Друзья, знакомимся. Тренер по конному спорту Ольга Румянцева. И прекрасный конь по кличке Кронпринц. Вот о таком принце я и мечтала. Два в одном. И конь, и принц. Привет, привет, шокий мальчик. Какая нужна экипировка для того, чтобы на таких красавцах ездить? Да, да, да. Переприневкой обязательно надеваем защиту для ног. Она называется нагавки. На все четыре ноги. Нагавки страхуют лошадь от рам. А вот этот кожаный ремень называется Мартингал. Он позволяет управлять лошадью. Следующий элемент – вальтрап для защиты спины. Сверху на него кладется меховушка. Тоже для защиты. И, наконец, седло. Дальше цепляем подпругу, на чем держится седло. Соединяем подпругу с Мартингалом, да, вместе. Многие лошади раздуваются специально пошире, чтобы потом посвободнее было им. Вот так они хитрят. Ну, то сначала можно не туго тянуть, а потом еще перед тем, как сесть вверхом, еще раз проверить и потянуть подпругу. Ой, кажется, я отвлеклась. Сейчас расскажу, что дальше. А дальше – стремена. Их подгоняют под размер ноги. Здесь имеется в виду не длина стопы, а длина ноги. Обычно подгоняют, ложат кончики пальцев на пряжку и подмышку. Вот это мне чуть покороче. Нужно немножко удлинить. И, наконец, можно надевать уздечку. Удобно меня одевать, удовольствием. Давайте посмотрим, с удовольствием принц оденет или нет. Все поправить, мугрил, челочку поправить. Натянуть капсуль. Ого, как много тут всяких ремней. Главное – ничего не перепутать. Это опасно. Лошадь неуправляемая. Она может, например, поскакать. И всадник не может ее установить. Теперь переходим к одежде всадника. Она бывает тренировочная и парадная. Вот это парадная. Белые брюки, белая рубашка, пиджак. Он называется рейдинг-год. Обувь с каблучком двух видов. Или сапоги для верховой езды. Обязательно. Или бывают ботинки, как у девочки. И краги. Специальные штуки. Такие глинища. Одеваются они отдельно. Обязательно шлем для защиты головы. На руки кожаные перчатки. В руках усадника хлыст. Его используют для усиления контроля. Для каждого вида конного спорта экипировка слегка отличается. Вот это для конкура. Где можно купить экипировку для конного спорта? В Чебоксарах форму не найти. Самая ближняя в Казани. Другой вариант интернет-магазины. Итак, иду знакомиться. Страшно волнуюсь. Надеюсь, я ему понравлюсь. Ну, прямо свидание какое-то. Много лошадок у вас здесь живет? 60 голов. Целых 60. Целых 60. Ничего себе. И на одной из них я буду сегодня пытаться кататься. Да. На комнате терпится узнать. Трек? Трек по простому, по местному трифон. Вот это красавчик. Трифону 5 лет привезли его из Мариэл. Жеребец тракененской породы. Сильный, доброжелательный и общительный. Вот она, моя мечта. Привет, Трифон. Меня зовут Таня. Сейчас еще тебе сахарок дам. И мы сегодня с тобой, надеюсь, подружимся. Привет. Есть контакт. Прежде чем начать непосредственный урок верховой езды, надо сначала лошадь приготовить, почистить и подседлать. Вот этим мы сейчас и займемся. Ну, поехали. Сначала смотрим, как надо. Просто щеткой по росту шерсти лошади. Мой выход. Трифон, тебе нравится? Скажи что-нибудь. Скажи. Шерсть, кстати, такая прям блестящая у него. Да, она у нас ежедневная чистка обязательно. Иногда и два раза в день. Можно поспорить, кому из нас, мне или Трифону, было приятнее. После чистки надеваем сбрую. Из чего она состоит, Аня вам уже рассказала. Никогда не обувала я лошадок. Потому что ничего, так нормально. Знаете, не страшно. Пока мой тренер экипировала Трифона, я решила подсластить жизнь другим обитателям конюшни. Скажи, ты какой тушкой пользуешься, Трифон? Что за тушь? Тушь хочу, такую же красивую тушь, как у тебя. Вот он, тренировочный манеж. Сначала отрегулируем стремена. Стремя упирается в подножку, длина нормальная. Теперь будем садиться на лошадь. Не забываем про технику безопасности. Сзади не подходить. Берем подставку, ставим под стремя и вперед. Сесть на коня еще полбеды. Самое сложное для новичков – это разбор повода. Повод должен быть натянут, то есть равномерное натяжение. С правой стороны в правую руку, с левой стороны в левую руку. Пальчиками большими натюрками. Большими пальчиками вверх. И повод между мизинцем и безымянным. Вот так вот. И, наконец, подъем в шаг. Эть! Ой, пошли. Первый круг мы прошли вместе с Аней, чтобы привыкнуть. После началась отработка старта и остановки. Скажу сразу. Получилось у меня далеко не с первого и даже не со второго раза. Что там было-то? Спину вперед, ноги вперед. Уздув на себя? Нет? Нет. Я неправильно делала опять? Ноги не вперед, в лошадь. В лошадь. Давай, Трифон, пошли. Дорогой, пошли. Трифон, давай, дорогой, поехали. Молодец, молодец. Какой ты хороший мальчик. Для остановки нужно надавить в бока лошади ногами и натянуть повод. А как заставить лошадь повернуть? Если нам надо свернуть, допустим, влево, вы левую руку чуть в сторону отводите, чуть-чуть в сторону отводите и прижимаете правую ногу. Делаешь как будто поворот такой, да? Да, да. И, соответственно, если направо, то правую руку в сторону, левую ногу. И левую ногу прижимаешь к лошади. То есть так он понимает, куда нужно повернуть, да? Да. Это в теории. А на практике? Поворот направо. Левую ногу. Здорово. Вдоль стенки выравниваемся, двигаемся вдоль стенки. Я, мне кажется, самостоятельный конь, который сам к себе поворачивает. На сегодня хватит. Теперь научимся правильно спешиваться. Слезать с лошади. Я готова. Ой, трифон тоже готов. Наклоняемся вперед. Правую ногу резким соскоком через уши. Это должно быть элегантно. Сомневаюсь, что это будет элегантно, но... Ох, похоже, мать. Чуть трещина. Ну что, друзья, как и обещали, сейчас мы вас познакомим с гуру своего дела, поделимся лайфхаками и зададим несколько вопросов. Как долго вы занимаетесь этим видом спорта? Иногда кажется, что слишком долго. Завидуете лошадиной гриве? Нет, у меня швеллера не хуже. Согласна. А обязательно быть жокею худеньким и стройным, как вы? Все зависит от вида конного спорта. Всадником именно не надо быть худым. Всадником. А жокей и всадник в чем разница? Это разные вещи. Жокеи, они скачки скачут. То есть там резвостный показатель лошади тоже зависит от веса жокея. Что нужно носить всаднику всегда иметь при себе? Конечно же, сахар. А как кусается лошадь? Очень больно. Очень больно. Значит, она вас кусала? Кусала. Ясно. А сидеть в лошади удобно? Смотря на какой лошади. Есть лошади, которые двигаются очень мягко, плавно. На них очень удобно. А есть более тряски. Там уже приходится немного поднапрягаться. Скажите, вот я когда шла сюда, очень приятное ощущение. Но это не песок. Что это за покрытие? Это специальное покрытие для конно-спортивных полей. Состоит из кварцевого песка, специального измельченного определенной фракции и микрофибры. На нем прямо амортизируешь как будто, да? Это специальный такой эффект. Для лошадей, чтобы смягчать немного нагрузку на опорно-двигательный аппарат лошади. Главный плюс вашей профессии? Свежий воздух и общение с животными. Я сегодня в розовой рубашке. У тебя сегодня модная прическа. Кто тебя не кормил сегодня? Господи, уже снимаем. Ну что, друзья, у нас сегодня вторая тренировка. Я пытаюсь опять без сахара наладить контакт с Трифоном. Надеюсь, получается. Господи, тебе зубы почистят, кстати, парень. Ладно, теперь шутки в сторону. Аня, расскажите, что мы будем делать сегодня? Сегодня мы повторим проведенный материал на прошлой тренировке и попробуем подняться ввысь. Что? Куда? В какую рысь? Это же очень быстро и очень страшно. Так, главное не слететь. Ну, с этим разберемся позже, пока вспомним прошлое занятие. Вроде почти пошли. Давай, Трифон, пошли, дорогой. Ну, ты красивая, я красивая, поехали. Разминаемся и расхаживаемся. Трифон, Трифон, красавец. Не надо кушать деревяшку. Слушай, тебя что, не кормили, что ли? Так мы гуляли по манежу минут 10. Трифон размялся, я настроилась на работу и успокоилась. Готово. Сейчас я прицеплю корду. Он будет двигаться на этой корде вокруг меня. А вы будете выполнять мои указания. Корда нужна для контроля лошади. Подъем в рысь начинается с шага. Ну, поскакали. Готовы? Да, капитал. Давайте. Подъем в рысь. Рысье марш. Тихо, 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 тихо. Не кричи. Все, все, все. Спокойно. Напугали это, не то слово. Мне что-то сейчас, знаете, сейчас сердце остановится. Я думала, что мама, я сейчас слечу. А вообще слететь с коня реально, да? Конечно, реально. Мама. Познала истину. Никогда. Ни при каких обстоятельствах нельзя кричать и паниковать. Лошадь – животное чуткое. И настроение всадника понимает моментально. Аня, я знаю, сиди сама катайся на конях. Успокоились. Выдухнули. Еще попытка. Трифон, давай мы с тобой этот... Чисто по-дружески. Ты не будешь быстро бегать, скакать? Я не буду орать. И мы с тобой разойдемся очень мирно, ласково. Я тебе потом принесу морковку. Хочешь, я тебя даже почешу потом. Как говорится, практика, практика и еще раз практика. С каждым новым кругом у меня получалось все лучшее. Ловите лайфхак. Ноги должны хорошо сидеть в стремени, быть напряжены, а руками лучше держаться за седло. Оп! Вот она, друзья, обратная сторона конного спорта. Целая куча... Ну, вы сами поняли, чего. Как говорится, любишь кататься, люби и возить. Кстати, ты знаешь, куда везти-то? Нет? А может, поможешь хоть? Хух, все на тебя, ладно. Туда поеду. Та-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан. Удобрение! Натуральное удобрение! Кому удобрение? Конный спорт уникален. Им заниматься может абсолютно любой. Это спорт без ограничений даже для людей с ограниченными возможностями. А как это работает, я сейчас вам расскажу. Я пришла посмотреть, как проходят занятия по ипотерапии. Понаблюдаю за тренировкой двух классных ребят – Сергея и Стаса. На ипподроме мальчишки занимаются дважды в неделю под руководством тренера. Я соскучился по тебе. Все правильно делаешь, да. Можно подлиннее такие махи. Сейчас. Вот такие прям вау, да. От начала до конца прям шась так. Установить контакт друг с другом очень важно. Не должно быть никакого чувства страха. Садник должен полностью довериться лошади. Управлять лошадью ребятам помогают инструкторы. Сначала небольшая разминка для тела, а после можно приступать к упражнениям. Давай, три-четыре, ручки пробуем. Молодец. Держим. Как можем, держим. Молодцы. Повороты аккуратно. От простых переходит к более сложным. Аккуратненько заходим на вольт, да. Также мягко, без резких поворотов. Сережа заходит на вольт. Мира, пошли, пошли. Молодец. Катание на лошади успокаивает нервы, снимает стресс, выравнивает осанку, стимулирует развитие мелкой моторики, усидчивость. Мальчишки занимаются ипотерапией уже несколько лет. Я за тобой наблюдала. Ты молодец. Очень здорово прокатился. Я рад, что тебе понравилось. А тебе понравилось? Мне очень понравилось. А что именно тебе нравится в этой работе с лошадьнями? Ну, тут, во-первых, когда всадник на лошадях сидит, он общается и чувствует ее. И как-то на душе комфортнее становится. Сразу от всех обид он забывается, наполняется эмоциями, забывается грусть. У меня есть мечта, да. Я хочу стать тренером по ипотерапии, заниматься детьми с ДЦП, аутистами, даунами и все прочее. Вау, супер, здорово. Я хочу научиться сам пошагать на ногах и дать веру людям, детям, что они тоже так же, как и я, могут. Ребята-большие друзья и настоящие спортсмены не пропускают ни одного соревнования по конному спорту среди инвалидов. А я знаю, что ты на соревнованиях, на выступлениях в Нижнем Новгороде занял второе место. Ну, слухи и земля полностью. Что ты чувствуешь при этом? Для тебя это победа? Много еще побед должно быть. Еще не вечер. Глопом по Европам мы доскакали, наконец, до финального испытания. Рассказываю, что мне нужно будет сделать. Аня приготовила для меня интересное задание. Подъем в шаг, змеяка, повороты налево и направо, вольт и остановки. Начинаем с разминки. Ой, шагом, шагом, шагом. Трифон. Вот тебе и финальная тренировка. Проблемы начали с самого начала. Так. Чудо, наконец, случилось. И мы с Трифоном начали потихоньку отрабатывать задания. Остановились. Раз, два, три. Посчитали. Молодец, Трифон. Теперь пошли вперед. Пошли. Пошли. Ой, молодец, красавица. При выполнении вольта Трифон решил отдохнуть и постоять на месте. Ох уж этот подъем в шаг. Намучилась. А вот со змейкой мы справились. Надеюсь, к этому моменту у вас развеялся миф о том, что всаднику легко. И он просто сидит на лошади и ничего не делает. Работа огромная. И импульс сохраняем. Двигай-двигай чуть-чуть ножкой. Спиной ножкой. Вот, здорово. И от стенки. Вольт оказалась одним из самых сложных упражнений. Встретили четвертые попытки, он, наконец, получился идеальным. Я взяла больший угол поворота и не забыла про импульс. По пути прошли. Молодец. Почти. Еще чуть-чуть. Давай. Давай, 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 давай. Давай. Трифон. Молодец. Давай. И пошли вперед, дорогой. У-ху. Многократные повторения и упорства сделали свое дело. Испытание пройдено. Все очень даже неплохо для такого экспресс-метода, да? То есть мы все выполнили, мы сделали остановки, повороты. У нас был вольт и подъем в шаг, да? Который давался, но все же сдался. Отдельное спасибо хочу сказать вам. И очень большое спасибо хочу сказать Трифону. Трифон, спасибо тебе большое. Ты настоящий молодец. У меня для тебя, кстати, презент. Как мы, кстати, обещали на предыдущей тренировке, привезти Трифону, ну, не ладонь, морковку. Где морковка? Так, это. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тебе попалась практика. Второй раз подряд. Мне вообще не сказано, мне кажется, повезло. Какие твои чувства, ощущения? Поделись. С каждым занятием мне все больше нравилось чувствовать себя вот наездником, да? Вот таким вот всадником, чтобы по тобой полтонны живого веса, которым надо управлять. С Трифоном, это, кстати, вот мой верный спутник, конь, мы подружились. Ну, это кратко про мою практику. Как прошла твоя теория? Прикупила что-нибудь на этот раз? Полезная оказалась, ты представляешь, да, что все важно. Кто тебя вот в твоей этой теории больше всех поразил? Был такой вот собеседник, который прям такой вах, герой? Ребята, которые занимаются терапией, не просто удивили, они просто шокировали. И даже мне стало немножко стыдно. И тем не менее, все равно используют по максимуму вот эту вот жизнь. Вот она у них действительно в движении. Вот эта вот передача, да, вот мы показываем людям, вот я считаю, мы показываем людям, как действительно можно жить в движении эту жизнь. Находясь в постоянном движении, развитии, получении адреналина, кайфа. И вот эти вот люди, с которыми мы контактировали, и контактировали до этого, это были кайсерферы, это были скалолазы, да, и сейчас вот конный спорт. Ну, я завидую сама себе. Друзья, присоединяйтесь к нам. И не забывайте, что жизнь в движении.